На минувшей неделе в Подмосковье прошел 10-й международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017». Среди более 300 участников Экспо участие в нем приняли и якутские спасатели. Афанасий Николаев продолжит. В районе чрезвычайной ситуации возникшие на предприятии химической промышленности Азон... На показательных выступлениях во время открытия салона МЧС России показала товар лицом. Новейшие технологии лучшие профессионалы из 13 стран столкнулись с худшим сценарием. По легенде, природные и техногенные ЧАЭС смешались в настоящий ночной кошмар спасателя. Но благодаря слаженным действиям международной команды все пострадавшие эвакуированы, а ЧАЭС ликвидирована. На площади более 20 тысяч квадратных километров разместили свои экспозиции свыше 300 фирм и компаний, представляющих современную технику, оборудование и экипировку для спасателей. Отмечу, что салон не только демонстрационная площадка, но и форум, позволяющий наладить общение между производителем и клиентом. Больше всего на выставке мы организуем встречи уже с теми клиентами, с которыми вели переговоры ранее. То есть это как удобная площадка для ведения подобных разговоров. Находим каких-то новых партнеров, в том числе по комплектующим, которые мы можем использовать в своей технике, по разработкам, которые могут создаваться и быть представлены на выставке другими экспонентами. То же самое здесь можно найти новых клиентов, новые направления для работы и деятельности нашей компании. Но стоит отметить, что тренды безопасности в этом году несколько изменились. Как отметил министр МЧС Дмитрий Пучков, салон будет больше внимания уделять подрастающему поколению, как в вопросах профилактики, так и профориентации. С каким воодушевлением мальчишки и девчонки, которые еще не пошли в школу, но они уже лазят по пожарным автомобилям, изучают спасательную технику, пытаются натянуть на себя боевку, проверяют все инструменты, экипировку, оснащение, что-то пытаются отвинтить и взять с собой на память. И именно это самое главное достижение нашего форума, потому что мы впервые создали мощный тренд работы с детьми. Якутские спасатели оказались в тренде. В этом году служба спасения Якутии представила на комплексной безопасности нарукавные проблесковые маяки для школьников и сотрудников неотложных служб, устройство для защиты от нападения хищника и тундровый маяк. Данное мероприятие для нашей республики в значительной мере большое подспорье для выхода как на российские рынки, так и на международные рынки по реализации своих инновационных технологий. Стенд Якутиан посетил заместитель председателя правительства Алексей Колодезников. Он высоко оценил разработки спасателей и особо отметил, что технологии необходимо как можно быстрее внедрять в жизнь. Для нас очень важно, чтобы новые технологии научной разработки работали в интересах наших граждан, в интересах населения, потому что наша территория очень большая, условия сложные. Помимо показательных выступлений деловой части в рамках комплексной безопасности прошел международный турнир по пожарно-прикладному спорту «Золотая штурмовка» среди мужчин и девушек. В финале сошлись спортсмены из России и Белоруссии. Роман Магнер России подтверждает свой высочайший класс. Афанасий Николаев, Нуркаса Хан, Ногинский, Аварина, спасательный центр МЧС России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова